Продолжение следует... Продолжение следует... И когда я путешествую с одного семинара на другой, для меня большое удовольствие видеть ваши лица. И я надеюсь, что для вас эти семинары также большое удовольствие. Сейчас много говорят о последнем виде гриппа, об эпидемии свиного гриппа. Существует множество информации и, наверное, дезинформации. И я думаю, будет интересно обратиться к этому вопросу. Я надеюсь, что эта информация от Гайи дойдет до как можно большего количества людей. И я попросила Гайю через меня передать то, что она хочет сказать. И я думаю, что видео с этим сообщением и статья с этим сообщением будет уже через неделю доступна на моем веб-сайте. Итак, сейчас я попрошу у вас несколько секунд для того, чтобы Гайя смогла начать ченнелинг через меня и сообщила важную информацию. На самом деле, для меня большая честь говорить с вами по этому вопросу. Если вы проводили время вместе с Землей в вашей собственной жизни, в ваших размышлениях, вы, наверное, заметили, как много перемен сейчас происходит. Это перемены, которые затрагивают не только отдельные идеи или отдельные вещи, это затрагивает всю последовательную эволюцию, через которую проходит человечество. Это затрагивает всю жизнь, в том числе и живые мысли. И все это воздействует на ваши мысли, на ваши фрагменты опыта, и на тех, кого вы любите, и на тех, кого затрагивает ваша жизнь. Так же происходит со всеми вещами, со всеми царствами. Ведь даже вирус — это живая вещь. Все живые создания взаимодействуют друг с другом. Позитивная или положительная идея, например, взаимодействует с вами особым образом. Негативная идея имеет свои собственные последствия в зависимости от того, выражена она или нет, или, может быть, ее оставили в стороне, и она влияет по-другому. Вирус — это живое существо, и, естественно, это существо стремится к самовыражению. Естественно, это не сознательное стремление, во всяком случае, так как мы воспринимаем сознательное стремление. Но просто жизнь желает продолжаться и самовыражаться. Все живые существа хотят увеличивать свое существование и выражаться. В качестве примера можно привести, например, таракана, на которого человечество не обращает особого внимания, но, тем не менее, таракан прекрасно знает, каким образом продлить свое существование и продолжать его. То же касается и вирусов, и эпидемий. И этот вирус, который называют вирусом свиного гриппа, не является исключением. Его выражение стремится продлить себя. Каким образом он делает это? Для чего это делает? Сейчас я скажу вам, что во времена эволюционного сдвига, такие как сейчас, происходит повышенное проявление энергии. И оно сконцентрировано достаточно часто в районах и местах, где имеются проблемы и смута, где есть хаос, где есть неопределенность. Во времена, когда есть бедность, все это несет с собой энергии низкого порядка, и эти энергии притягиваются друг к другу и притягивают к себе свои энергетические эквиваленты во всех царствах. Если дело касается, скажем, урожая, то урожай может снижаться. Если это касается животного царства, то проявляются определенные аномалии в его характеристиках. В царстве минералов то же самое. Сама Земля становится не такой плодородной, например, какой она была во времена высоких энергий. И эта способность изменяется и умножается. Вот и сейчас низкие энергии в той или иной мере притягивают к структуре ДНК вирусы, потому что они находят в них свои энергетические соответствия, даже в других царствах. И если принять за основу, что вирус будет атаковать только животных или определенные виды животных, но не может перепрыгнуть на другие виды, такая мысль будет неправильной. Все вещи делят одну структуру, элементарную структуру, и на этих перекрестках, на этих примыканиях вирус может переходить на другие виды. Каким образом он поддерживает себя? Я скажу вам, что он в определенной степени обладает разумом, и в том, что касается страха, неопределенности, благополучия или неблагополучия, или массового сознания, поэтому вирусу более комфортно в такой среде. Именно в ней он обосновывается. И что касается страха, чем больше его, тем комфортнее вирусу, поскольку он чувствует вибрации, соответствующие ему, более низкие вибрации, характерные для вируса и для негативных или страшных мыслей. Естественно, таким образом создается идеальная среда для дальнейшего выражения вируса. Это лишь определенное стечение во времени. Этот вирус представляет собой лишь один пример. Однако его жизнь будет достаточно недолгой. Он не будет умножаться бесконечно. Он придет к концу, потому что он не является созидательным. Он прошел через континенты, выразил себя и таким образом завершил себя через несколько недель. Конечно, будут другие фрагменты опыта, похожие на этот, и они будут связаны друг с другом, поскольку в структуре ДНК значительно больше совпадений, чем пока знает человечество. И, естественно, вирусы могут переходить от одного вида к другому, в том числе и к людям. Когда придет следующий штамм, он также будет мутировать из одного царства в другое, проявляя свое выражение в том или ином царстве. Однако это будет происходить не единожды. Они будут повторяться, причем каждый раз они будут несколько более устойчивыми, и это также нужно учесть. Конечно, будут вакцины для того, чтобы бороться с этим, и они будут приводить к определенным последствиям. Они будут иметь эффект для некоторых людей, но не для всех, поскольку вакцина будет иметь лишь несколько форм, но она не будет бороться со всеми формами вируса. Когда эпидемия закончится, важно, чтобы вы поняли и признали, что у вас есть благополучие, что есть аспекты вашего существа, которые издали видят, как проявляется неблагополучие. И таким образом в своем существе вы сможете сделать нужные корректировки, позволяющие достичь благополучия, спокойствия разума, целенаправленности. Сейчас важно, как никогда, сделать вас самих и вашу жизнь удобными, сделать вашу жизнь комфортной и несущей определенность и развитие для вас, несущей вам ваши личные аспекты, чтобы вы лично признали их важность в этой жизни. И это почти автоматически поднимет ваши вибрации, поэтому все, что имеет более низкое качество, будет держаться на отдалении. Оно не будет истреблено, просто вы выберете для себя другой путь. Выбирая для себя путь, вы проявляете момент созидательности, вам нужны мысли высокого качества относительно вас самих, существования, целей и взаимодействия. Все это будет охранять вас и сохранять ваше благополучие. В будущие моменты, такие как этот, мы исследуем эту концепцию и другие концепции, для того, чтобы лучше понять их, для того, чтобы удалить страх и неопределенность, и для того, чтобы повысить степень присутствия, человеческого присутствия. До следующего момента я помню о вашем существовании, вашем выражении на Земле. До следующего раза, дорогая семья. До следующего момента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok